ТАТИРА ТИНДАТА ТАТИРА ТИНДАРИ ТАТИРА ТИНДАРИ ТАТИРА ТИНДАРИ ТАТИРА ТИНДАРИ ТАТИРА ТИНДАРИ Всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал коротко а не коротком. С вами как всегда Кин и я так думаю что те кто следят за каналом могли заметить, что тут давненько ничего не выходило. А причина проста. Я ухожу с ютуб. Ха-ха-ха, не дождетесь. Ладно, причина такому застою жара нависшая над городом. Плюс к этому я живу в городе у моря, так что еще иду хата. Поэтому я заранее извиняюсь за свою потную морду. Примите мои глубочайшие извинения. В такую погоду я вообще не могу собраться с мыслями и что-то выдать. Благо хотя бы сейчас подул какой-то ветерок и я смог что-то сделать. К тому же чтобы снимать видео мне нужно закрыть окно, закрыть шторки и повесить чернуху. А это все равно что превратить мою гостинку в баню. Вдобавок ко всему канди нет, а вентилятор сдох. Поэтому к слову я пишу в таком формате. Кстати как вам новый фон? Вообще я ожидал, что его будет лучше видно. И вот пока я медленно превращался в тюлень, а жаждущий в воды, мне ничего не оставалось кроме как ходить на работу, а с работы приходить и смотреть фильмы. Делать что-то еще я был просто не в состоянии. К тому же я еще решил, а сгорел сарай, гори и хата. Раз уж все равно затянул с видосом, то займусь еще и трэш-обзором. И пока я им занимаюсь, я решил выпустить вот этот видос, чтоб канал совсем уж не умер. И в этом видосе я вкратце выскажу свое мнение о фильмах, которые я успел посмотреть. Если интересно, то устраивайтесь поудобней. Ну а если нет, то буду благодарен за лайк и увидимся в другом видео. И первый фильм в моем киномарафоне был Король Стейтен Айленда. Фильм про паренька Скотта, потерявшего отца пожарного и возненавидевшего за это всех пожарных в целом. Скотт живет с мамой и сестрой, набивает убогие татухи и не видит смысла в существовании. Но его жизнь в одночасье меняется, когда у его мамы появляется возлюбленный. Конечно же он пожарный. Также как я люблю блокбастеры, я люблю и камерное кино. И это одно из них. Вообще, я бы наверное не обратил на него внимания, если бы не Пит Дэвидсон в роли Скотта. За карьерой Пита я особо не слежу, но он появился в новом отряде самоубийц. А поэтому камерка с его участием меня привлекла. По сути мы имеем простую, но очень душевную историю взросления. Под призмой реализма. Герои здесь не говорят вычурными фразами, а история проста и знакома многим. Вообще, поначалу Скотт не вызывает симпатии. Он ленивый, наглый, грубоватый тип. Но по мере его раскрытия им все больше проникаешься. И начинаешь видеть какие-то моменты из своей жизни. Из своего поведения. И самое главное, что финал у фильма такой же простой и даже предсказуемый. Но это ни разу не делает фильм хуже. Следующими на очереди будут две истории, основанные на реальных событиях. Абсолютная власть и Черри. Абсолютная власть – фильм про агентов ЭБР, внедрившегося в банду неонацистов, чтобы разведать их планы. Черри фильм о парне, прошедшем службу и получившем из-за этого ПТСР. Посттравматическое расстройство, вследствие чего, подсевшего на запрещенку. И начавшего грабить банки. Итак, абсолютную власть я бы назвал скучно напряженным, так как в нем практически нет никакой динамики. Но к этому глупо придираться, так как это реальная история. Но история очень напряженная. В том плане, что герой то и дело находится на волосок от того, что его раскроют. И ему постоянно приходится придумывать на ходу цели оправдания своих действий. Отдельное браво Дэниелу Рэдклиффу. Никто и не сомневался в его актерских талантах, но здесь он прям засиял. Черри, наоборот, более динамичен в плане подачи и в разы более жуткий в своем реализме. Трупы, убийства, иглы и последствия. И все это показано здесь без прикрас. И смотреть на это очень тяжело. Смотреть на то, как добродушный паренек превращается в торчка и медленно убивает себя. Очень сложно. Снова же, отдельное браво, только на этот раз Тому Холланду. Парень выложился просто на все 200. А вот арку его возлюбленной Эмили, Серый Браво, похвалить я не могу. Но это претензия именно, что к арке. Персонажа она отыграла, также круто. Но в сюжетном плане она лишняя. И это неудивительно. В оригинальном автобиографическом романе ее не было. И это заметно. Она то и дело выпадает из сюжета. Дальше будут небольшие спойлеры касательно ее арки. И если не хотите их знать, то перелистните вот на это время. То эти двое расстаются, и она вроде как лечится, но потом снова берется за запрещенку. А в конце, так и вообще, пока мы видим, как Черри в тюрьме лечится и приходит в норму, она даже не навещает его. Ну или навещает, но где-то там за кадром. Я вообще подумал, что она умерла, когда он оставил ее в плачевном состоянии и ушел. Но нет, жива, здорова. И при этом, в финале картины, когда они встречаются, мы видим, что она здорова. Когда успела, как это произошло, додумывайте сами. В общем, можно было ее и не вводить, и ничего бы не изменилось. Ну а дальше у нас... Не спящие. Фильм о том, что что-то случилось на солнце, и это что-то вырубило всю электрику и повлияло на людей. Так что они теперь не могут срать. То есть спать. Хотя, если бы они не могли срать, то на это было бы даже поинтересней смотреть. Скучное, нудное кинцо с имбовыми главными героями. И порой какой-то нереалистичностью в плане поведения. Главная героиня фильма неделю без сна еще может соображать, а люди вокруг начали безумие уже через сутки или двое без сна. Хотя на своем опыте скажу, что когда я служил в армии, у меня был момент, когда я не спал двое с половиной суток. И, как итог, легкий кумор, вялость и ухудшилась мелкая моторика рук. Все. Тут же люди превращаются в зверей. Че почему, хрен пойми. Да и диалоги в фильме местами довольно тупые. Кто такая Эмили? Бывшая девушка. А вы когда-нибудь делали это? Что? Что? Нахрена об этом знать младшей сестре? Кстати, не спящий, это первый фильм, который я хотел взять для трэш-обзора. Но из-за жары я не смог из себя ничего выдавить. Следующим на трэш-обзор я хотел взять игру смерти. Нет, не фильм с Брюсом Ли. Фильм о группе подростков, нашедших игру, правила которой таковы. Игра называет число, и это число людей нужно убить, чтобы выжить. Иначе по одному умрёт это число игроков. Звучит довольно круто, но... но... но, блин, это всё так скомканно. Весь фильм пропитан кровью, сексуализированностью и ламантинами. Хрен пойми зачем. Но не буду врать, есть в фильме пара плюсов. Это взрывающиеся довольно мерзко бошки главных героев, и местами тут довольно крутой визуал. Да и сам дизайн игры выглядит довольно прикольно. Но не хватает какого-то масштаба глубины, что ли. На самом деле, если самому додумать, то можно представить, что это реальная игра смерти. А как, чтобы начать в неё играть, у игроков берут кровь. Как в дьявольских контрактах. И теперь они жнецы, убивающие тех, кто реально должен был умереть. А сами они умирают, потому что они уже давно должны были умереть от жизни нелёгкой такой. Блин, да из этого можно было замутить какой-нибудь сериальчик. Но нет, тут только смерть, секс, инцесты, ламантино. Вообще, если заморочиться, то можно было бы сварганить из этого фильма клип минуты на 3-4. Но нет, это растянули на фильм. Дальше ещё один фильм, желаемый мной для трэш-обзора. Но так туда не попавший. Вечеринка монстров. Фильм о группе воришек, пронивших дом для ограбления, но попавших в руки к маньякам... Стоп, это не дыши. А, вот. Фильм о группе воришек, пронивших дом для ограбления, но попавших в руки к маньякам. Эх, такой каст, такой шикарный каст. Тут и Робин Тани, и Джулиан МакМехан, и Лэнс Ридик, где вторая часть Квантум Брейка, и звёздочка Старлайт. Но всё просрано. Всё очень сумбурно, но при этом так пусто. Казалось бы, фильм, где куча маньяков, должен быть куда поудачнее фильма, где один дед. Но нет. Абсолютно никакой атмосферы и желания переживать за главных героев. И если в Недыши мы буквально замирали вместе с главными героями, то тут на них насрать, из-за чего всё идёт по звезде. И даже литр крови не спасают. Дальше. Тихое место 2. Продолжение истории про пришельцев-инвалидов. Признаюсь, вторая часть мне зашла куда больше первой. В основном, благодаря, как бы то ни было иронично, большему числу звуков. Первую часть я смотрел ночью и вырубился за фильм аж три раза. За вторую часть всего один раз. Как знать, может на третьей части даже не уснул. Ах да, Мёрфи и Блант бесспорно шикарны. Едем дальше. Круэлла. Так называемый Ориджин злодейки из 101 Далматинца, рассказывающий путь её становления. Так называемый Ориджин, который по сути Ориджином не является. Так как это не те же персонажи, что были в мультах. Да, можно сказать, что это их прошлое, там будущее. Нет, 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 и ещё раз нет. Может у самой Круэллы ещё и есть шанс стать хуже. Хотя тогда она нахрен никому не встрётся, ведь никто не захочется переживать живодёрки. Но вот её подручные точно другие. Сами персонажи шикарны. Но на минуточку в мульте есть моменты, когда они реально собираются долбить по голове и обешкуривать щенят. Так, я им по башке, а ты обдирай. Э, нет, так не пойдёт, Джаспер. Я их буду бить, а ты сдирай шкуры. А тут кто-то верит, что они на это способны? Я лично нет. А вы? В общем, что Круэлла, что её подручные вышли классными. Но это не те же персонажи. А поэтому это явно не приквел мультов, а ремейк оригинальной истории. И блин, вы серьёзно? В фильме 90% мужиков либо мрази, либо тряпки. Кажется, пора писать жалобу о том, что такие фильмы меня оскорбляют. Хотя я белый гетеромужик, а поэтому моей жалобой только вытрут зад. Не лезь туда. Нет. Приближаемся к недавнему. Чёрная вдова. Ориджин Чёрной вдовы, рассказывающий нам о пути её становления и событиях с ней после Гражданки. Очередной блокбастер от Марвел, о котором на этот раз никто не просил. Неужели нельзя было вплести Белову без отдельного фильма? Да и вообще, Красная комната, Будапешт с соколом, Таскмастер. Из всего вышеперечисленного не просрали, только последнее. Да, героя, конечно, переосмыслили. Но в женском сольнике кто-то реально рассчитывал на что-то другое. Но, признаюсь, как по мне, Перс любопытный. Неинтересный, ведь он нихрена не сделал для своего раскрытия, а именно, что любопытный. Хоть Ориджин и изменён. И где? Блять, разный взгляд с соколом на Будапешт. Я один раз пописать отходил, может, за эти две минуты что-то показали? Вы напишите в комментариях, если я что-то пропустил. И, конечно же, о страшная красная комната, где бы она ни была. Да нам больше красной комнаты в Вере Альтрона показали, чем здесь. А ведь я так рассчитывал её увидеть. Вру, мне было насрать. Всё равно самая страшная красная комната была в страшных историях для рассказа в темноте. А вот возможные тренировки Наташи отлично показали в другом фильме. Бегущая в лабиринте. Фильм о девушке, потерявшей смысл жизни и очнувшейся в каком-то ползучем лабиринте с кучей ловушек. Локализаторы, да ёбая, желавшие срубить побольше бабла на просмотрах. В оригинале фильм называется Мендер, что можно интерпретировать как изгиб. И ничего общего с БВЛ он не имеет. Сам по себе фильм неплох и отлично играет на страхе клаустрофобии. Я серьёзно, в некоторых сценах у меня аж дыхание спирало. Но проблемы фильма начинаются после первой половины, когда понимаешь, что режиссёр изо всех сил хочет высокоморальную духовность и сай-фай. И это всё есть. Но то ли из-за ограниченности бюджета, то ли ограниченности времени, то ли иссякания идей, оба этих фактора плохо работают и оставляют концовку на додумывание. А вы знаете, как я люблю такие концовки, где нас заставляют додумывать. Но если бы режиссёр вкачал одну из веток, а не сразу две, было бы куда удачней. Вложился бы в сай-фай и можно было бы понафигачить кучу разнообразных ловушек, не отвлекаясь на всякие посылы. Или если бы вложился в духовную моральщину, то также понапихать кучу подсмыслов и образов. А так, распылившись на то и на то, в итоге мы получили ничего. Ну или почти ничего. Но всё равно признаюсь, смотрел я фильм с интересом. И он мне очень напомнил Вивариум, а поэтому плохим я его не назову. Кстати, Вивариум это тот фильм, где вкачались именно что, в подсмыслы и образы. Если не смотрели, советую оценить. Но сразу говорю, он не для всех. Ещё я посмотрел Пилу Спираль. Но я никогда не был особым фанатом франшизы, а поэтому и сказать мне особо нечего. Ну а следующий у нас Адский Ад. Фильм о бывшем военном Рексе, решившем проявить героизм при ограблении банка, но облажавшимся на этом поприще. Попавшим из-за этого в тюрьму и по выходу пожелавшим сбежать в Финляндию, где его встретила семейка чокнутых маньяков. Но они ещё не знают, что и сам Рекс немного тронутый. И у него в голове живёт другая версия его самого. Вот этот фильм я ждал, случайно наткнувшись на его трейлер. Нет, не ждал. Нет, ждал. Да чё ты им врёшь, не ждал? Нет, ждал. Не так рьяно, конечно, как тот же отряд, но ждал. Потому что я просто обожаю фильмы и сериалы про шизов. Декстер, Блудный сын, Зайцев плюс один. И этот фильм дал мне сполна то, чего я от него хотел в плане взаимодействия двух Рексов. А вот в остальном подкачал. Ну не хватило ему какого-то размаху, что ли. Я рассчитывал на бойню в разных локациях и с разными способами. В духе один дома. Но по сути весь фильм Рекс находится только дома. И это огромный минус. Да и с трэш-очком не дотянули. Можно было бы показать больше безумств. Но этот фильм как будто не уверен в себе и боится показать чего-то большего. Но из-за взаимодействия харизматичных главных героев я готов ему всё простить. И пускай сейчас выйдет куча трэш-обзоров, расшабывающих этот фильм вдоль и поперёк. Я своего мнения не поменяю. Ну а теперь мультфильм Лука. Мультфильм о двух морских чудовищах, решивших изменить свою жизнь, поддавшись мечте и выбравшись на сушу. Но есть одна загвоздка. Люди боятся и хотят убить подобных им. И пока чудовища сухие, то им нечего бояться. Но стоит им намокнуть. Потрясающий мультфильм. Просто потрясающий мультфильм. Я слышал и знаю, как все расхваливали Раю и последнего дракона и душу. Но меня они вот вообще от слова совсем не зацепили. Но вот Лука, и мне не стыдно этого признавать, заставил меня не просто прослезиться, а реально заплакать с улыбкой на лице в некоторых сценах. Я вообще не знаю, что отнести к его минусам. Потрясающий мультфильм, посылающий только правильные вайбы. О том, что надо помогать и считаться с родителями, родителям надо считаться с детьми. О том, что надо дружить и понимать, что как бы тебе не было кто-то дорог, надо его отпустить, если это пойдёт ему на пользу. О том, насколько важны мечты, идеи и образования. И, конечно же, мультфильм о том, что надо принимать других, а самое главное себя, чем бы кто не отличался. У меня реально нет слов описать, насколько сильно я восхищён этим мультом. Последний раз я испытывал настолько сильные эмоции в ходе королевы в последней серии, а до этого на величайшем шоумене. В общем, 100 рыбёшек из 10 этому мультфильму. Ну и последнее, до чего я смог добраться, буквально перед созданием этого видео. Отряд самовыпила, миссия на вылет. Отряд самоубийц или же команда Икс секретное правительственное подразделение, выполняющее роль полезного пушечного мяса. На этот раз команда Икс должна отправиться на остров Корто-Мальтеза, чтобы свергнуть гневного тирана-правителя и разобраться с Кайзью Патриком. Но получится ли у них и кто останется в живых, вы узнаете в фильме Отряд самоубийц миссия на вылет. Ну, что я могу сказать? Мне понравилось? Я вообще огромный DC-фан. В основном флэша, но ладно. Поэтому тут будет только субъективщина. Как, в принципе, во всем этом видео. И мое мнение, это почти идеальный кинокомикс. Нет, я понимаю, Мстители, Человек из стали и прочие, они охрененные блокбастеры. А Отряд самоубийц именно что шикарный кинокомикс. Цветастый, яркий, зубодробительный, но в то же время местами мрачный и жестокий. Ну, а все, кто говорят, что в DC-комиксах только мрачняк сплошь и рядом, видимо читали только комиксы Бэтмена. Потому что в том же Дум Патруле, Флэше и Зеленой Стреле, например, истории очень яркие, по большей части веселые и забористые. Но я не могу судить в этом плане Отряд самоубийц, потому что их комиксы я не читал. Но если Ганн и нарушил стиль комиксового отряда, то он отлично передал стили других комиксов DC. И я слышал претензии от других блогеров, что очень много мяса, без которого можно было бы обойтись. Можно было бы. Но зачем, если в твоих руках рейтинг R и можно себя не сдерживать. Другое дело, как ты используешь это мясо. Например, в той же игре смерти мясом явно скрывали пустоту искудового умения сюжета. Тут же, как на примере в тех же пацанах, мясо дополняет картинку и делает происходящее более реальным. Также я слышал претензии, что, мол, фильм слишком сумбурный и каламбурный. А после трейлеров вы ожидали чего-то другого? Вы ожидали гражданина Кейна после увиденного? Нет, я не назову фильм шедевром. Например, тех же эмоций, отдельное браво Джеймсу Ганну. Он смог сделать реально устрашающую мультяшную милую звездочку. Как бы это абсурдно не звучало. Чуть влево, чуть вправо и Ганн сделал бы Стара слишком тупым злодеем. Но нет, при его появлениях у меня возникал реальный дискомфорт. Да, а еще я начал смотреть мою геройскую академию. Неплохое, интересное, затягивающее аниме. Все довольно цветасто и динамично, но есть пара огромных минусов, которые меня раздражают. Во-первых, эти постоянные пафосные геройские речи. Я обязательно стану героем. Мидория, мальчик мой, ты обязательно станешь героем. Ведь это истинный путь героя. Я понимаю, если бы это было как в фильмах в каком-нибудь финальной сцене, где герой задвигает какую-то финальную речь. Но тут это в каждой серии и по несколько раз. И, по шуму, сколько можно самоповторов? Порой доходит просто до абсурдного. Досматриваю я, значит, третий сезон, включаю фильм и что я вижу? В начале фильма нам повторяют события первых серий первого сезона. Окей, я досматриваю фильм, включаю четвертый сезон и угадайте что? Снова повторяют события первых серий первого сезона. Да, я не успел их забыть. Нахер вы столько раз это повторяете? Ну да, относительно начал смотреть Геройскую Академию. Я уже посмотрел четыре сезона, два фильма и оба. Теперь жду пятый сезон. Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу видосе буду благодарен за лайк и подписку так ну во первых я потерял работу да если кто не знал в не ютюба я работаю поваром и вот в моем последнем месте работы я проработал 7 лет но теперь она закрывается и я бегаю еще новое место куда бы пристроиться а это тот еще головняк кстати из-за этого видосы тоже задерживаются но ничего с этим поделать не могу за квартиру как-то надо платить ну и второе это мое знакомство с пикабу куда я теперь не могу выгружать видосы потому что архитоксики занизили мне рейтинг из-за того что я выгружал видосы вообще я не думал об этой платформе как платформе для раскрутки пока мне ее не подсказал артем катзекреп но я не ожидал такого токсичного удара предлагаю вместе почитать комментарии и заодно разобраться в ситуации и если что то мне насрать я найду и новую платформу для раскрутки но после комментариев я выскажу свое мнение так вот моя страничка на пикабу и у меня как оказывается даже есть один подписчик не знаю кто бы ты ни был друг спасибо тебе но больше ты здесь ничего не увидишь предлагаю опуститься в начало и почитать комментарии первое видео которое сюда залил был обзор на сериал тень и кость дубликаты не найден я честно не разбираюсь еще так так они все комментарии так как же вы не до ютюберы надоели вы идете на пикабу с целью себя пропиарить и свой канал это не прокатит мало того у нас настолько скуд скудный ум что даже текстовое описание слизаны с кинопоиска можно что-то придумать каждый раз все больше мусора до признаюсь я это из платформы использовал только для того чтобы продвигать свои видео так как я везде стараюсь пропихивать свои видео но в том же вконтакте как-то проще к этому относится хотя и везде в комментариях пропихивать свои видосы и да признаюсь я слезал описание с кинопоиска в данном видео для лэлэ это видео что такое лэлэ ответьте мне пожалуйста ребята чё там стоит смотреть или хуй вроде игры престолов как вы понимаете да игра престолов отныне а потому что так решил fast кокс быстрые яички фауст кокс ну ладно сериал краны крайне наивные местами но вполне можно на разок не могу объективно сравнить игры престолов ибо по моему скромному мнению это дичи где использовали вообще все что можно лишь бы привлечь побольше людей каждый имеет право на свое мнение мне сериал понравился но я могу понять если кому-то что-то не нравится и записание конечно какая отвратительная рожа простите ребят за мою отвратительную рожу что вам приходится ее видеть так стенью костью разобрались дальше так видос кстати который собрал у меня довольно много просмотров я извиняюсь что немножко запинаюсь это дело я все пишу без сценария тут у меня видос где я пытаюсь разобраться с финалом бесстыжих текстом блять текстом пытался смотреть не зашло поддерживаю полное говнище огромное количество скорее всего даже больше нескольких миллионов людей с вами явно не согласятся последних сезонах сериал скатился в открытую лгбт пропаганду было противно но я досмотрел но не знаю насколько там была активная лгбт пропаганда этого стало больше но на самом деле не так сильно резала глаз номером дилера поделись не не поделюсь скорее всего потом выпустят фильм или еще один сезон потому и дали подумать хотя фиона убрали когда денег попросила больше фрэнка походу туда же нет насколько я знаю фрэнк еще судья у меня вылезла из головы имя актера не просил больше денег уже просто реальности за сериал закончился а вот фиона да там какие-то разногласия пошли ее просто сдвинули выводы сомнительные ну что поделать я их придумал я отталкивался от своего мозга так что тут то что ты сомневаешься в моих выводах это логично это же не ты придумала я для лэлэ что за выводы что за лэлэ выводы тсс относительно событий персонажей в сериале что теперь такое-то сеп едем дальше тут у меня обзорчик на неуязвимого на пикабу если вы не знаменитый к вот вот это я помню комментарии на пикабу если вы не знаменитый контент-мейкер принято размещать текстовую версию ролика чтобы люди не могли ознакомиться с вами заранее потом когда ваше имя станет нарицателем как у сндк или за нафиг это можно будет прекратить но сейчас вы соберете много минусов то есть по сути у вас все решает популярность неважно качество может у меня видео качественное вроде у меня видос это неплохие обзоры нормальные но из-за того что у меня не популярное имя меня надо занижать так может меня наоборот вверх продвинуть и тогда у меня имя станет популярным но не это так не работает этому товарищу уже не первый раз так говорят никаких выводов я не делаю а в подробнее в самом сериале посмотрим ну да здесь я решил написать свой этот как он свое описание новый супергеройский мультсериал с кровью жестокостью и насилием подробнее в обзоре мульта а подробнее в самом сериале посмотрю так смотри родной тяж никто не заставляет писать комментарии обзоры создан лет мои обзоры по крайней мере созданы для того что просто с ними ознакомиться с сериалом и понять хочешь ли ты его смотреть или нет я не рассказываю все детали сериала внимание сладкий пирожочек спасибо я понимаю что это царказм но пошел он нахуй минус за отсутствие текстовой версии где текст блять мульт понравился я подержу мнение автора сериал поначалу кажется какой-то калькой подражанием все супер геройские супер герои кино с развитием сюжета становится очень даже неплохим спасибо за адекватный комментарий возможно ты даже мой подписчик единственный здесь я не знаю кто ты но ты святой человек пикабо движемся дальше здесь у меня обзорчик на шамана кинга здесь я решил снова залить описание и сухие факты также я оставил группу где можно смотреть сериал в русской озвучки комментарии жду озвучку от и индука если будет переводить или от старого к селектива кто переводит но я понимаю что этого не будет деда до этого не будет сындук сам горел что у него там что-то не срослось и он не по не будет переводить этот мульт и старый коллектив для этого собираться не будет откровенно говоря старая озвучка далеко не самого лучшего качества хотя если бы озвучили сейчас то вышло бы более чем достойно сейчас они либре 777 тел на озвучке я думал хотел написать 7 чел на видимо 7 тел тел озвучивающие аниме спасибо вам они дав 8 тел тоже вам спасибо тела совет романтика совет романтика такой даже озвучки не слышал будем знать к апреле следующего года закончат озвучивать если никого не потеряют уже хорошо вот нормальные адекватные комментарии в чем проблема писать такие ну шаман знаковая штука если он себя хорошо покажет в американской европейской локализации в него может кто-нибудь из наших стриминговых вложиться кинопоиск например это дает шанс на профессиональную локализацию на профессионалы также могут обосраться страшно обосраться некоторые официальные переводы ужасны так еще комментарии просто размышления уже ведь консубу загробную жизнь заблочили шамана может та же участь не знаю консубу коносуба м коносубанцы болтается соблочили скорее всего конкретный ресурс за очередной отсутствие плашки с рейтингом углу так есть сама него свободном доступе то что пытается высадить плашки а вы думаете схема работает ну вот здесь вот спасибо ребят адекватные комментарии к вам никаких претензий пожалуйста ну с такой озвучкой до кровь из ушей при просмотре означает что сериал плох ну с такой озвучкой до кровь из ушей при просмотре означает что сериал плох что означает сейчас смотреть только субтитрами не знаю честно я не говорил ничего про озвучку озвучка не так плоха и она никак уж не влияет на восприятие мульта мы влияет на восприятие мульта то что он слишком быстрый двигаемся дальше и тут у нас наследие юпитера а я думал где мой видос также добавил описание комикс комментарии а где обзор то именно я что-то тоже не заметил текста с обзором вот он обзор вот а вот краткое описание ожидал что-то типа пацанов или на крайняк академия брел амбрелла получил немедленно шнагу про старающий про старейших супермена и супервумен их тупеньких детишек ну и клише конечно куда без них все тоже к этому комментарию никаких претензий личное мнение мне сериал понравился ему нет отлично досмотрел до середины все что понравилось это слегка лавкрафтовская история про мельницу эпизод с наркозависимой дочкой убил хотя сценаристы уж точно должны знать как употреблять запрещенные вещества и господа здесь есть врач это видимо мне врач до нужен нет мне нужна водичка и помыться еще разок уже 1 8 за день и чё какой информативный пост посмотри видос там очень все информативно до тебя убить надо за такое оформление поста чего вам не нравится краткое описание есть ссылка даже на комикс есть есть основные сухие факты и подробности все виде о двигаемся дальше кибер сталкер сериал кстати который нет не сериал обзор который мне на канале неожиданно стал собирать много просмотров тут все два комментария каких-то так и тут скорее всего все отсылается к подробности сериал еще видео обзоре нет не буду искать нигде не натыкался на этого парня и на надо он пер скорее всего то что он как бы с девчонкой зажигалась за девчонка подглядывал да он дальше мальчик с оленьими рогами ну тут я уже не стал заморачиваться я расстроился и просто выгрузил даже почти ничего не добавить ничего не дописывая 28 комментариев приготовьтесь где обзор или пиарить свои youtube каналы обзор вот он к то что ты не умеешь смотреть видео не значит что там что там нет обзора под сейчас дочитаем комментарии я выскажу свое мнение да я пиарю свой youtube канал я не спорю я создал здесь страничку чтобы только продвигать свои видео но неужели если не нравится вам что-то но не на ну можно же как-то просто пройти мимо надо же остановиться и написать свой комментарий который явно ни на что не повлияет господи где текст любовь очередная новинка от netflix и видео высер от youtube cong ребят посмотрите пожалуйста вот этот мой обзорчик и скажите это реально все настолько плохо я снял плохо смонтировал плохо звук плохой информация плохо преподнесена и дальше чувак высказывает свое мнение но я его не буду читать потому что я не умею читать да прикиньте я умею видео смотреть спасибо а потом он вырос когда она активно светов не узнаем вставка из ганнибала если я не ошибаюсь сериал проходняк дикий сюжет растянутый феминисток ну это вывод а сериал вывод а сериале подраздевая что снят по комиксам вполне такой себе сериал смотрю в периоде лоста поэтому только три серии посмотрел я смотрел в дубляже не знаю зачем ждать кого-то озвучку если у сериала есть официальный дубляж пытался посмотреть такая муть готов принять такой комментарий и вроде бы до это все а я же там кому-то отвечал подождите как минимум частые тексты дадут вам призрачную перспективу писать грамотно ну тут я написал то что я скажу сейчас дальше но как минимум частые тексты дадут вам призрачную перспективу писать грамотно вот у меня тетрадка в которой я пишу в основном сценарии к своим обзором вот вот нет вы что я не пишу часто вот всего лишь то вот вот это все текст и таких тетрадок у меня не звездить ну сейчас штук 7 это потому что я штуки 4 у меня микрофон затепился это потому что у меня это потому что штуки 4 я выкинул 34 так что не это еще писать я вообще не умею читать тоже вот а нафига мне тут смотреть видео если для этого есть youtube профи для тебя попытка раскрутки своего канала а не попытка донести что-то интересное для пользователей это не юморное видео где рассказывать нечего котик бесоебит и остается только смотреть а слабо проанализировать комментарии формат постов и сделать предположение почему же так получается дам намек многие на пикабу сидят с телефона и запускать видео в таких ситуациях неудобно если нужно было видео поэтому пойдем на youtube нафига смотреть видео если для этого есть youtube неужели у меня нет приложения пикабу но неужели там так сложно нажать на кнопочку и перейти на youtube или посмотреть прямо на пикабу видео или же на том же ютюбе чё давайте доебаться до всех кто в сообществах пишет огромные посты прикладывает картинку на какую-нибудь и пишет огромный пост ты пишешь пост на ютюбе для этого пикабу есть кошка и stories и кто на ютюбе выкладывает вы чё или что ли для этого есть инстаграм в общем вы понимаете я когда начал отвечать тут им расписывать свое мнение мне занизили рейтинг мне занизили не за качество видео мне занизили не знаю не за плохой формат или еще что такое мне занизили за то что я просто выгружаю видео на платформу которая позволяет выгружать видео меня это дико раздражает если честно и портит настроение но ладно сюда я понятное дело больше чем загрузить не смогу но просто сам факт платформа позволяет выгружать видео на меня жалуются за то что я выгружаю видео я бы понял будь эта платформа текстовая то есть захожу на платформу и туда можно допустим загрузить только текст то есть печатать текст и все ну и картинку добавлять я понимаю если бы я кидал сюда превью сверху висела ссылочка непонятно что за ссылка куда перейти что посмотреть тут же прямая ссылка на youtube канал на youtube видео где я подробно рассказываю о том или ином сериале до без текста но без текста прописанного но у меня прописан он сценарий я на нем доношу словами но если вам это настолько не нравится неужели обязательно заряжать рейтинг ну пройдите просто мимо ладно на самом деле ничего против платформы пикабо я не имею имея против таких тупых в которые мне занизили рейтинг но подытожить я это все могу одни одной простой вставкой где текст блять говори где он серьезно просто мешать ну а на этом у нас все и всем большущие спасибо за просмотр и если вам понравилось данное видео то подписывайтесь на канал или здесь ставьте лайк но в описании для вас я ставлю название фильмов и краткие описания также я оставлю ссылку на инстаграм и группу вк в которой мы выкладываем различные новости кино и сериалов но я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов и где текст от увидимся в следующем эпизоде пока